Приветствую вас! Это может быть травма и тревожность по большому счёту. Плюс здесь вы говорите о такой важной вещи, как собственно безопасность. И сейчас вы осознали, что можете быть подвергнуты какому-либо насилию, негативу и считаете, что так быть не должно. Лично мне из вашего сектора показалось, что вы всегда обладали неким уровнем тревожности с одной стороны, с другой стороны вы как-то не привыкли себя защищать. То есть возможно это в некоторой степени такая наивность, да, в некоторой степени может быть это детскость, в некоторой степени может быть это инфантильность, нежелание принимать реальный мир. Ну потому что вы связали свои профессии с работой, вы связали свои профессии с детьми, а это достаточно специфически характеризует человека. Вот. И соответственно либо у вас есть такое вот рациональное непринятие того, что вы можете быть в опасности, то есть у вас может быть совершено покушение и вам это кажется несправедливым, ужасным и прочее, прочее. Либо вы не привыкли защищаться просто, либо не привыкли реалистично воспринимать мир. Это с одной стороны. С другой стороны можно говорить о более глубоком подтексте данной истории, например, о вашей глобальной линии поведения жертвы. Потому что почему-то же на вас напали, то есть эта ситуация, она вас травмировала. И ее нужно разобрать. Эта ситуация. Вот. А так в целом ваша паранойя, как и в принципе любая паранойя имеет рациональное верно. И попытки убедить, например, ну, попытки убедить себя или попытки убедить себя. Ну, ну, вас убедить, вас убедит других людей, что ничего не случится, это неправда. Это неправда. Поэтому вот такая вот история. То есть тут нужно смотреть. Вот вы говорите, меня хотят убить. То есть это некая такая идея с идеей смерти. Вам приходит в голову мысль о том, что вас и хотят убить. Но почему вам приходит в голову мысль о смерти? Вы боитесь смерти? Возможно, вы боитесь смерти. Но смотрите, если вы боитесь смерти, то вам должны приходить соответствующие мысли о смерти. Идея в том, чтобы понять природу этих мыслей. Почему вам приходит в голову и как вам приходит в голову мысли о смерти? Именно о смерти. Не о ранении там, не о нападении, не о потере там, чего-либо. Да, как это вот, кошелек или жизнь. А именно о смерти. Есть определенные основания, есть определенные состояния, которые приводят вас к этой мысли. Есть что-то, что ваши мысли направляет именно туда. К смерти. И вот что это и нужно выяснить. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится.